Это, наверное, самая интересная часть, потому что вот этой вещи нету, нету ни в одном садовом товариществе города Магнитогорска. Что это такое? Вы не понимаете, что это такое? Объясняю, это газ, это газ рядом с садовым товариществом. Так, господа мои, сегодня и сейчас вы можете быть прописаны в садовом товариществе, потому что это есть подразделение города Магнитогорска. Садовое товарищество Богатый остров, вот оно, это, конечно, очень старое, одно из самых старых садово-отческих товариществ, но у них есть газ, и для того, чтобы, вы даже не представляете, как только вы этот газ разведете, тут ценнички сразу ба-бах вверх. Хорошая тема, очень хорошая тема. Что же для этого нужно? Да ничего не нужно, просто придите к управляющему, чуть-чуть добавьте, там немножко нужно, чтобы, вау, и все, и сразу все красиво и ровно, и вы уже будете жить здесь. Но ощущение от вашего дома, это немножко другое. А почему дом? Дом в городской черте, это, по сути, идеал. Вы в полном городе, но вас не колбасят ни тресты различных услуг. У вас всегда есть горячая вода. СНТ прикалывает тем, что это, по сути, дачи, но какие? Налог небольшой, нет вписанных, но вами не одобряемых услуг. И вы не платите, потому что это ремонт, и это ваш дом, а то тут такие вещи влетают в каждый платеж. Так вот, экономия за один платеж зимой примерно 6,5 тысяч рублей. Трата за газ, это копейки. Но самое забавное, где это, у кого газ-то есть? Дайте мне перспективу, я куплю участок, или бэушное, никому не нужное удовольствие здесь. К слову о том, что как только мы запустим газ, цена сразу взлетит в несколько раз. Это для тех, кто не понимает, что такое газифицированный участок. Умная тема. А то. Так, за вашей спиной получается газопровод. Да, он есть получается. То есть, в принципе, садовое хозяйство уже можно отнести к городу. Ну, в общем-то, да, газ, практически уже труба подведена. То есть, значит, газстрой с Наровчатки 4,2 километра, значит, подвел к территории. И далее параллельно, значит, проложена труба высокого давления вот до этого места, где мы стоим. Сейчас вопрос немножко у нас уперся в то, что надо вот этот участок газопровода, который проложен по территории, необходимо проект планировки и проект межевания территории под линейный газопровод. Необходимо дособрать там определенную сумму, пока точно неизвестно. Ну, значит, в смете мы предусмотрели, но люди неохотно сдают деньги, потому что основная масса, там процентов 90, считает, что газ им не нужен и поэтому не хотят вносить. А без этого проекта планировки межевания вот этот газопровод вот отсюда, вот, докуда мы стоим, ну, можно похоронить тогда его, а на него тоже были, значит, затрачены деньги садоводов определенные. К слову, да слов не надо, этот распределитель газа на территории богатого острова, он здесь. Мало того, доплатив чуть-чуть, а дальше, а дальше, и не дай-то вам Бог судиться с президентом. А ведь именно Владимир Владимирович Путин сказал, мы должны использовать наш газ для отопления, причем сказал это довольно жестко. Вам на дом, на ваш участок, бесплатно проведут и подключат газ, это наше благосостояние. И больше вы не платите, это ваш дом. Про месячные ценники говорить не буду, есть у меня другое место, где вместо договоренности они судятся и поджигают мой дом. Дайте мне перспективу, и я вложу деньги в участок рядом с Уралом в шаговой доступности от Магнитогорска. И пенсии мне реально хватит. И даже на поездки. Так вот, что такое ощущение от вашего дома? Сейчас немножко я вам объясню, может быть, вы поймете, может быть, вы не поймете, но маленький нюанс. К сожалению, я уже на пенсии, правильно? Правильно, я уже на пенсии. Пенсия, конечно, у нас никакая, но я одновременно плачу еще и за капремонт нашего дома. То есть, если бы капремонт нашего дома... То есть, тут уже отдельная тема, понимаете, о чем еще раз объясняю я вам. То есть, лучше бы, конечно, был бы вариант, это свой дом. Так что, вам нужно для того, чтобы у вас был дом в городе, и если что-то случится сюда спокойненько по новой дороге, сюда вот такой асфальт идет, приехала такая штучка под названием скорая помощь, и вас везла в город Магнитогорск. То есть, никуда бегать не надо. Что вам необходимо? Вам необходимо купить дом здесь, заплатить необходимую сумму. Тут, кстати, можно дома взять Денишовы, и вы будете уже с газом, и вы не будете платить ни за капремонт, ни за комуслуги. Это вот это все полная бредятина, понимаете? Я не понимаю, о чем идет речь, но это отдельная тема. Нужно немножко заплатить, и все, газ у вас есть. Так, поехали!